в каждой квартире найдется с десяток приборов которые работают на батарейках и если батарейки сядут а происходит это всегда самый неподходящий момент то и канал не переключишь и будильник не заведешь и я например могу остаться без микрофона а звук без него будет не очень правда как в пещере и все об этом знают и никого этим не удивишь но давно ли вы покупая батарейки обращали внимание на то какого они типа солевые щелочные а может быть литиевые ведь одни лучше работают в жару а другие лучше не ронять или не выносить на холод такая казалось бы предсказуемая тема батарейки оказывается может сильно удивить одна только возможность развести огонь при помощи обычной батарейки чего стоит в общем мы выяснили все о том как их правильно использовать как выбирать какие выгоднее и как их реанимирует после того как они сели андрей безнадежно расстроен долго откладывал деньги чтобы купить игровую приставку но радовала техническая новинка его недолго вышел из строя джойстик и виновата в поломке оказалось батарейка контакты все окислились все просочилось но я последний раз такое видел ну у деда в гараже батарейки наверное лет 20 пролежали а тут у неделя микросхемы безнадежно испорчены электролитом который сначала везде растекся а затем застыл белой кислотной коркой и все потому что андрей неправильно подобрал батарейки но какие они бывают какие покупать чем вообще эти такие похожие на вид пальчиковые отличаются друг от друга внутри и нет ли угрозы для других устройств в доме андрея пульт от телевизора настенные часы которые тоже работают на батарейках в россии ежегодно выпускают более 600 миллионов пальчиковых батареек но сориентироваться в типах батареек в общем то несложно тех которые можно встретить в обычных магазинах всего три итак первый тип это солевые средняя цена в магазине 8 рублей за штуку прообраз первой батарейки сделал итальянский физик александро вольта еще аж в 1800 году и в качестве электролита в приборе был именно солевой раствор процесс который происходит внутри батарейки можно назвать обменом веществ между соляным электролитом и металлом при окислении а точнее растворение электролитом меди происходит выработка и передача электронов к положительному полюсу при окислении цинка к отрицательному когда эти реакции происходят отдельно друг от друга образуется электрический ток на упаковке и на корпусе таких батареек или написано что они солевые или указана маркировка в виде латинской буквы р второй и самый распространенный тип батареек щелочные цены за одну в среднем составляют 50 рублей в ходе многочисленных экспериментов с конструкцией и начинкой первоначальной вольтовской батареи выяснилось что если заменить солевой раствор на раствор щелочи то батарейка становится гораздо более выносливый но дело не только в более едком электролите цинк который выступает положительным электродом представлен там в виде порошка площадь контакта с электролитом возрастает соответственно и электроотдача больше узнать такие батарейки можно часто по надписи алкалайн что с английского языка так и переводится щелочная или по маркировке л р английскими буквами но есть батарейки цена на которые доходит до 150 рублей за каждую в литиевых изменился сам подход к устройству батарейки литий как металл вступает в более плодотворную реакцию с электролитом высвобождая большее количество электронов а если учитывать что вместо цинкового стакана или порошка целый рулон литиевой фольги то площадь для химической реакции гораздо больше и кажется все предельно ясно чем дороже тем выгоднее однако команда программы наш потребнадзор решила провести эксперимент который наглядно докажет что это не совсем так в игрушечный паровозик по очереди вставляли батарейки разных типов и засекали сколько времени пройдет пока они разрядятся и игрушечный локомотив мощностью в одну целую два десятых ватта остановится в итоге солевая батарейки продержалась 4 часа щелочная проработала 9 а литиевая батарейка гнала паровоз вперед в течение 20 часов без остановки конвертировав эти данные в деньги которые мы платим за каждый час работы этих батареек кандидат химических наук петр образцов заключил что по критерию цена-качество победили солевые элементы питания час работы солевой батарейки 2 рубля челочной батарейки 5 рублей а литиевый лишь не намного больше всего всего 6 рублей так что желающим экономить деньги исходя из этих данных нужно выбирать именно солевые батарейки но если бы все было так просто определенном создании определенного внутреннего давления в элементе питания происходит разгерметизация элемента и из батарейки начинает вытекать электролит не стоит экономить на солевых батарейках если вы не хотите попортить свой прибор однако такие неприятные сюрпризы могут преподнести и другие типы батареек так например вспыхивает литиевая батарейка если повредить ее оболочку при контакте с кислородом литий мгновенно нагревается а смешивание электролитов приводит к неконтролируемым бурным химическим реакциям поэтому не стоит пытаться такие батарейки вскрывать и хорошо подержать их подальше от потенциальных источников огня и механического повреждения батарейки всегда садятся неожиданно и в самый неподходящий момент а запасных как правило нет что делать пальчиковые например предлагают несколько часов варить до несколько часов варить в кастрюле с обыкновенной водой поскольку батарейка электрический ток вырабатывается в результате прохождения химической реакции а химические реакции как правило при нагревании их скоростью увеличивается в кастрюле мы отправили и целиком использованные после испытания по работе комбатарейки а также абсолютно новые из упаковки значение полученные нами они соответствуют написано упаковки так мы заодно проверим их на герметичность к тому же этот тест поможет понять как действует на заряженные батарейки экстремальные условия использования и хранения поэтому точно такой же набор элементов питания отправился в морозильную камеру возможно знание результатов этого эксперимента пригодятся вам когда вы будете проходить мимо уличных лотков с батарейками которые работают и в зимнюю стужу и в летний зной пока батарейки варятся и замораживаются рассмотрим на состоятельность еще один совет по решению заряда многие наверняка слышали а кто-то и пробовал надавливать на них ножкой стула и слегка деформировать всякими другими способами и этот принцип действительно работает деформация корпуса приводит к уплотнению марганцевого порошка взбалтыванию электролита и как следствие к более бурной химической реакции но такая реанимация подойдет только щелочной и солевой батарейкам литиевые как мы выяснили могут взорваться или вызвать пожар и вообще это все очень небезопасно потому что внутри любой батарейки содержится сильнейшие для организма человека яды чьи пары а уж тем более прямой контакт с ними может привести к весьма печальным последствиям батарейках например содержится кадмий который откладывается в почках печени вызывает англогические заболевания соответственно понятное дело что мы его должны максимально избегать его попадания наш организм сведенец тоже является тяжелым металлом точно также откладывается в печени почках и может вызвать отравление к тому же определить поможет ли реанимация батарейки вполне можно и не прибегая к пыткам определить будет отработать будет эта батарейка работать не будет в общем довольно легко ставим эти батарейки и наблюдаем следующее убираем пальцы однако качается от нас стоит ровно если батарейка покачивается или даже заваливается значит ей уже ничего не поможет изнутри ее буквально распирают отработанные газы а что же кухонные опыты какое воздействие на батарейки оказали высокие и низкие температуры мы снова вставили их в игрушку и заставили крутить колеса те что находились в морозилке потеряли по 25 процентов заряда а вот те что варились повели себя по-разному высокие температуры отняли половину заряда у новой солевой батарейки и на 15 процентов меньше проработала сваренная новая литиевая батарейка зато энергоемкость новой щелочной стала даже больше 10 с половиной часов вместо расчетных девяти с потухшими элементами питания ничего не произошло но не спешите бросать ваши батарейки в кипяток предупреждают эксперты температурная встряска запустит химическую реакцию которая будет бурной но дальше батарейка сама полностью разрядиться даже не будучи вставленных прибор батарейка это техническая мелочь но при работе с ними как убедился андрей мелочей не бывает хоть и малое но все же энергетика правда если знать несколько секретов то старые батарейки еще какое-то время не выпадут из-за поймы а новые не выдохнуться на середине пути ничего не сгорит и не выйдет из строя а а а Продолжение следует...